Окей, вступление будет насчёт моих взглядов и личного мнения на то, что происходит вокруг игры, так что можете просто промотать на таймлайне до непосредственно обзора, если вам это не интересно. Я не ждал Atomic Heart и, напротив, был весьма предвзят к этой игре, потому что я не фанат советской эстетики, я не жил в то время, и для меня стиль Atomic Heart это примерно так же прикольно, как ретро-футуризм серии Fallout. Крайне романтизированный образ того, какими могли бы быть технологии общества по представлению людей в то время. Но если честно, а это видео, в котором я стараюсь быть максимально честен с вами, а если я ещё раз увижу хотя бы одно видео по Atomic Heart с объяснением синопсиса игры по пресс-релизам с одними и теми же кадрами из трейлеров и рекламы ВК Плей в конце, меня просто стошнит. Сама история с ВК Плей кажется мне крайне лицемерной, когда, казалось бы, очевидная покупка эксклюзивности подаётся как добродушное создание удобства для игроков, при этом забирая все альтернативные способы эту игру получить. Её даже нету в русском Xbox Game Pass, хотя представители Мантфиш и говорят, что сменить регион там несложно, что ведёт к вопросу, а зачем её тогда оттуда убирать и создавать небольшой, но всё же дополнительный шаг для игроков. Хуже всего ситуация обернулась для игроков из Казахстана, Армении и других стран СНГ, где стим и банковские карты работают как раньше. Всё это подкреплялось патриотичным нарративом в интернете, что это наша игра, от наших разработчиков, и её нужно покупать в нашем магазине. Но, по моему личному мнению, любое право на подобные отношения было потеряно, когда СНГ геймеров, судя по всему, просто продали за хороший ценник. Так что отношение к Atomic Heart, как к просто любой другой игре, кажется мне справедливым. С другой стороны, мы имеем всё, что происходит на полях политических сражений в интернете, где кто-то бойкотит игру, считая, что это мерзкая российская пропаганда, по большей части воюя со здравым смыслом, находя в игре отсылки, которых там нет. А другие используют эту игру как оружие в пророссийском патриотическом нарративе, возводя её до шедевра всех времён и указывая, что русская игровая индустрия встаёт с колен. Добавьте к этому постоянные переносы и целые огромные статьи о текучке кадров, плохом руководстве студии, отсутствии понятного направления разработки и так далее. К тому же очень странный геймплей, появившийся от разных изданий, который не выглядел как игра, в которую весело играть. В игре на релизе не будет смены ширины поля зрения, хотя многие замечали, что в трейлерах оно слишком узкое. Сначала заявили, что на консолях не будет рейтрейсинга на релизе, но затем появилось сообщение, что и на ПК не будет рейтрейсинга, хотя ещё 4 года назад эта игра демонстрировалась как законодатель рейтрейсинг технологий. То есть моя RTX 4090 была практически бесполезной и на максималках выдавала более 200 фпс. К тому же за 2 дня до релиза была слита в интернет ранняя версия игры, где этот самый рейтрейсинг почему-то присутствует, и многие люди не упустили шанса знакомиться с игрой пораньше не самым легальным путём. Многие блогеры праздновали уход этого ненавистного верхнего интернета, который получал метафорические чемоданы, то есть ранние ключи и трафик на релизе игры после снятия эмбарго. Но когда этот верхний интернет ушёл и представилась такая уникальная возможность, никто не против хотя бы разок занять место этого самого верхнего интернета и сделать обзорчик на релизе. И исходя из всего вышеизложенного, я не ждал Atomic Heart. Вся эта ситуация мне глубоко неприятна. Эта игра оказалась не в том месте и не в то время, став частью культурной информационной войны. Как я уже сказал, моё отношение к Atomic Heart ничем не отличается от любой другой игры. Я старался быть максимально нейтрален, купил самое дорогое издание в грузинском Steam, получил свой золотой калаш и отправился познавать игру. Я видел заголовки обзоров от некоторых людей с запада, которых я смотрю, например, SkillUp, мнение которого сейчас сходит с моим, прямо говорит, что не рекомендует Atomic Heart прямо в названии своего видео. Но после прохождения игры я могу сказать, что она мне понравилась. Это очень хороший сюжетный шутер от первого лица, хоть и с большой долей проблем, но сделанный с такой же большой любовью. Из того, что я знаю, большинство русскоязычных разработчиков так или иначе хотя бы немного в своей карьере прикасались к этому проекту. Я разделяю действия издателя и труд обычных людей, которые вложили часть своей души в художественное произведение. Я считаю, что так должен поступать каждый геймер, и вы глубоко оскорбляете этот монументальный труд сотен и тысяч людей, смотря на него через линзу политической повестки с той или иной стороны. Независимо от того, сколько благими и правильными вы считаете свои взгляды. Используете вы её как соломенное чучело для ненависти в интернете или как что-то, что подкрепляет ваши политические убеждения. Если разработчики действительно будут делать сиквел, я буду первым, кто отдаст деньги за предзаказ. Просто потому, что это хорошая и весёлая стрелялка, которую я прошёл в запое на стриме. Оценка на Метакритике многим кажется удручающей, но, во-первых, это только у версии на PS5, у ПК-то всё нормально. А во-вторых, там буквально одно издание поставило четвёрку и сильно опустило общую оценку. Касательно отзывов от игроков, о, блин, туда лучше не лезть, пацаны. Это просто какая-то весёлая сборная солянка. Хотя не только по политическим соображениям, у кого-то просто с ВК-плей возникли проблемы, судя по отзывам. Да и, в принципе, неплохая оценка между 7 и 8 и 10 этой игре идеально подходит, о чём я и расскажу далее, особенно в спойлерной секции сюжета в конце видео. И не волнуйтесь, я предупрежу вас заранее. Ну а если вы не горите желанием покупать Atomic Heart в ВК-плей и скачивать ещё один лаунчер, то вам поможет наш сегодняшний спонсор FunPay, который предоставит кучу способов. Можете задёшево оформить себе Xbox Game Pass любого региона и быть настоящим Game Pass победителем. Также можно купить ключ для стима или аккаунт с игрой даже для консоли, если вы хотите поиграть, допустим, на PS5. Это самый крупный маркетплейс в СНГ для геймеров с оценкой Trustpilot 4.9 при десятках тысяч отзывов. Здесь всегда можно найти выгодные цены, ведь идёт конкуренция между обычными игроками-продавцами. Выбирай продавца с лучшими отзывами и не волнуйся, он получит деньги только после того, как ты подтвердишь выполнение заказа. Так что прыгай по ссылке в описании, выбирай то, что тебе нужно и экономь по максимуму. Начало игры в летающем городе многие называют романтизацией СССР. Счастливые люди радуются достижениям советской науки, грезят полётами в космос, кушают эскимо, смотрят на погоди и ждут внедрения технологии коллектив 2.0. По сути, советский учёный Сеченов открыл особое вещество под названием полимер. Вам вводят инъекцию и с помощью особого устройства мысль можно управлять разнообразными роботами, которые упрощают жизнь человека. По сути, СССР приблизилась к тому самому идеальному коммунизму, где людям не нужны будут деньги, все будут равны, а скучную работу будут выполнять роботы. Этих самых роботов в качестве гуманитарной помощи рассылают по всему миру и мы даже слышим новостью, что Америка загнивает из-за безработицы и забастовок. Ведь клятые капиталисты заменяют рабочий класс советскими роботами. И я бы не назвал это романтизацией, это скорее максимально потешная шаблонизация и, можно даже сказать, невинная пародия, которая не ставит своей целью что-то высмеивать, а скорее показывает общий лёгкий и комичный дух игры. Мне особенно понравилось, что устройство мысль рекламируется как айфоны в разных стандартных расцветках, это просто довольно мило. И уже здесь можно заметить внимание к деталям, каждый маленький закоулочек наполнен диалогами, маленькими отсылочками, персонажами, которые что-то делают и роботами, выполняющими свои обязанности. Игра не является графическим бенчмарком, но ещё раз доказывает, что художественный и визуальный стиль намного важнее, чем количество полигонов. Наш агент П-3 по приказу профессора Сеченова должен отправиться на предприятие 3826 и схватить живым учёного Петрова, который сошёл с ума и перепрограммировал роботов, чтобы те уничтожили весь персонал. Машину П-3 сбивают и начинается наше приключение по различным комплексам предприятия, где проводились разнообразные секретные опыты. Поначалу мне раздражал П-3, особенно его отвратительное отношение к перчатке, где он постоянно срывается на своего компаньона без повода. Перчатка тоже не особо интересна и является лишь инструментом экспозиции через внутриигровую советскую пропаганду, которая очевидно ломается весь ужас перед нашими глазами. Но то, что удивительно, персонажи далее раскрываются, причём в крайне неожиданных направлениях. Да, есть персонаж, который по сути сводится к типа крутая бабка с калашом, которая матерится и появляется пару раз за игру, но в остальном персонажи многогранные и не делятся на хороших и плохих. Даже сам П-3 это не какой-то идеальный образ благородного героя, это просто солдат, который выполняет приказ. Да, у него есть вопросы по поводу стрёмных вещей, которые он видит, и он докапывается до перчатки, требуя ответы, но всё равно продолжает выполнять цели, поставленные руководством в лице Сеченова. Игра полна юмора разной степени кринжовости, но это скорее милый кринж, где до тебя домогается автомат по продаже апгрейдов, который оказывается помешанный на тебе Яндер, рассказывающий, как она убивает всех остальных мужчин, но не тебя. Я никогда не думал, что отношения между главным героем и автоматом с апгрейдами могут быть самыми тёплыми и эмоциональными в игре, особенно завершающий диалог с ней. Я влюбился, мужики. Пока Вёрджины угорают по бездушным близняшкам, гигачады грезят об Элеоноре. Я на самом деле охренел, когда узнал, что некоторые журналисты и на Западе, и даже, кстати, в России, жаловались на то, что с ними похавно поговорил автомат в игре. Господи, какие же воспитанные милые снежинки. И в конце этого видео будут спойлеры в плане сюжета, потому что это действительно интересно обсудить, но пока что могу сказать, что сюжет лучше, чем я думал. То есть он не хватает, какие-то звёзды с неба, но у него есть неожиданные повороты, и я порой типа такой, блин, нифига себе, а в этом есть смысл. Не поймите меня неправильно, это не какой-то там Metal Gear Solid или Властелин колец. Многие повороты понятны изначально, особенно учитывая, что разработчики вдохновлялись биошоком. Есть довольно тупые вещи, которые я до сих пор не могу понять, как они умудрились оставить в этой игре и никак, ну, не развить их. Но тем не менее, это уже уровень неплохого голливудского боевика, и это уровень, которого добиться многим играм сейчас довольно сложно. То есть я недавно проходил Hogwarts Legacy Force Poken, там даже на этом уровне ничего не было. И, конечно же, в конце есть намёк на сиквел. То есть не зря же они вливали бабки во всю эту вселенную. Причём в этот раз, в отличие от какой-нибудь Callisto Protocol, сиквел действительно может быть, потому что игра весьма успешна, в неё играет куча народу. Ладно, давайте продолжим. Игра делится на две части. Это коридоры подземных комплексов и открытый мир. Под землёй у нас крайне затягивающий игровой цикл. Убиваем роботов, лутаем локацию и решаем головоломки, что пройти дальше или найти новые ресурсы и апгрейды. Во всём этом нам поможет особая перчатка и одновременно компаньон P3 по имени Храс, или хранитель знаний. Мы можем использовать и комбинировать способность разных стихий против противников и буквально пылесосить ящики, шкафы, картотеки и лут с противников. И поверьте мне, лутаться здесь придётся очень долго, и это сильно растягивает время игры. Разработчики могли бы сделать меньше шкафов с большим количеством ресурсов, но нет. Тебе приходится по 10 минут пылесосить комнату, а затем использовать местное сканирование, чтобы находить места, которые ты пропустил. Но это настолько приятно, и эти ресурсы крайне важны для прокачки вашего оружия, способности персонажа и создания различных приколов. Оружие не то чтобы на уровне нынешней Call of Duty Modern Warfare 2, но анимации тем не менее приятные. Какой-то импакт присутствует, и боевая система с дэшами в разные стороны ощущается динамичной и приятной. Враги разлетаются на части, на них остаются видимые повреждения, и именно сражаться здесь весело. Апгрейды на оружие это тоже классная штука, ведь они не только улучшают характеристики, но и заметно меняют внешний вид. Особенно поначалу мне очень понравилось исследовать комплекс. Ты находишь маленькие записочки, голосовые записи работников, и даже можешь общаться с трупами посредством их остаточной личности в устройстве мысль. Тут достаточно глубокий лор, и если вам такое нравится, то наслаждайтесь. Каждая секция предприятия ощущается уникальной, представляет вам свои особые помещения, и можно только похлопать художникам, которые всё это придумывали. Да, мне не особо нравится платформинг, но в первой половине игры разработчики постоянно подкидывают какие-то новые нестандартные ситуации. Тебя постоянно мотивирует экспериментировать со своими способностями и более эффективно зачищать помещение за помещением. Это игра, которая действительно поощряет твоё любопытство в поиске разных секретных комнат, вентиляции и прочего. Но тут ты встречаешься с первой проблемой, и это затянутость. Выполнив первую сюжетную задачу, нам говорят ехать на станцию ВДНХ, где продолжится основной сюжет, но для этого нужно открыть дверь наружу. Вам понадобятся четыре колбы из разных секций данного подземного комплекса, и это займёт ну слишком много времени. Если вас интересует, почему игра проходится за 20 часов, то именно из-за таких моментов. Сюжет банально ставится на паузу, пока вы не найдёте определённые предметы, и некоторые моменты ну прям слишком замедлены. В какой-то момент я зачистил всё помещение, и колба всё равно ещё не наполнилась. Я сидел и ждал, смотря как жидкости становятся всё больше, но персонаж всё равно не мог забрать колбу. Оказалось, что нужно выйти и обратно зайти в комнату, чтобы скрипт сработал и квест продолжился. Ты выходишь оттуда, добираешься до ВДНХ, и тут тебе предстоит то же самое, только в этот раз нужно собрать пять частей робота по разным секциям здания, чтобы сюжет продолжился. И сам сюжет достаточно короткий, но он искусственно растягивается подобными сегментами с поиском предметов. Единственное, что спасает ситуацию, это то, что играть весело, лутаться и прокачиваться приятно, плюс ты постоянно встречаешь какие-то прикольные головоломки и записочки. Поверьте, это очень помогает не замечать одинаковые коридоры, и на самом деле не слишком-то разнообразных противников. Просто тут стоит понять, что вступление игры вас несколько обманывает. Вы видите всю картину сверху, с летающими платформами городами, высокими горами и интересными зданиями, но по факту весь сюжет происходит под землёй в окровавленных коридорах, где вы носитесь туда-сюда, собирая предметы, и это слегка расстраивает. Но с другой стороны, я не мог оторваться. Где проблемы начинаются, так это открытый мир, через который вам нужно добираться до сюжетных и дополнительных целей. Это скучная большая локация с копипащенными домиками, бесконечными противниками и уровнями тревоги, если вас замечают камеры. Сражаться нет никакого смысла, вы тупо потратите патроны, которые на много ценнее скудных ресурсов с врагов. Самая лучшая тактика — это просто убегать. Этот открытый мир ощущается крайне недоделанным. Единственная мотивация для исследования — это полигоны, которые по сути являются необязательными данженами, их всего 12, разбросанных по всему миру. Вы спускаетесь под землю и проходите более сложную вариацию головоломок из основного сюжета, попутно получая уникальные апгрейды для оружия. Например, увеличенные магазины, коллиматорные прицелы и чертежи уникального оружия, которые недоступны, если вы просто проходите по сюжету. Но сначала нужно открыть полигон, для этого вы находите ближайшую башню наблюдения, подключаясь к нужной камере и удаленно открываете дверь. Мне понравилось, что разработчики иногда усложняют эту задачу. Например, я добрался до одного полигона, но башня не могла подключиться к камерам. Я заметил, что зонд наблюдения прикован корнями к земле, а сканирование показало, что под землей находится какой-то комплекс. И я бы никогда в жизни не нашел вход в этот комплекс, если бы в чате не подсказали, что под водой неподалеку находится труба. Мы пробираемся под землю, сжигаем корни, и теперь у нас появляется возможность получить доступ к нужному полигону. И это действительно круто, хотелось бы такого побольше. Просто открытый мир не позволяет спокойно его исследовать, ведь каждый раз за тобой бегает паровозик бесконечных противников, как будто ты играешь на последних раундах в режиме зомби в Call of Duty. Тебя максимально наказывают за сражения с ними, ведь если это роботы, то после зачистки местности подлетают маленькие летающие капсулы, которые за считанные секунды возрождают всех противников. А если это зомби, то нужно найти все ближние ульи, которые бесконечно создают новые растения, которые в свою очередь создают новых зомби, из валяющихся везде трупов. Так что да, просто игнорируйте их, вам же будет лучше. Недоработка открытого мира также заключается в обычных удобствах, к которым вы уже привыкли. У вас есть карта, но нет ни мини-карты, невозможности ставить маркеры на местах интереса. Вам каждый раз нужно заходить в меню и сверяться с большой картой, причем у меня иногда просто пропадал курсор местонахождения персонажа. Полигоны отмечены вопросиками, но когда вы их зачищаете, вопросики не снимаются, они все так же остаются на карте. Персонаж двигается очень медленно, особенно до первого апгрейда. Тут нет кнопки бега, скорость всегда одна, и поэтому открытый мир наполнен красными москвичами. Москвичи могут ловко сбивать роботов на дороге, но если вы заденете маленькое деревце, или боже упаси какой-нибудь бортик, машина сразу же начинает гореть, и лучше из нее вылезать. В общем да, советский Far Cry немножечко не удался, и эта часть игры ощущается как что-то, из чего хочется поскорее залезть обратно в уютные коридоры, где игра чувствует себя намного более комфортно. В плане коридорных локаций хайлайтом является театр, где ты постепенно через записки на компьютерах и аудиозаписях выясняешь отношения между работниками, где новый руководитель по сути превратился в бордель для высших чинов. И это круто завершается, когда после очередного босса ты находишь тело этого руководителя, который просит вынести его на вход, чтобы он был более фотогеничным, когда придут спасатели. Боссы реально классные, как в плане визуального дизайна, так и в плане самих битв. Единственное, что битва с ежихой, которую так рекламировали, совершенно не подходит под динамичную музыку Мика Гордона. Ты уворачиваешься от довольно простых атак, и тупо ждешь, пока босс успокоится, и наконец-то покажет тебе слабое место. Но вот остальные боссы весьма интересные, битвы с ними запоминаются. Правда, разработчики зачем-то кучу раз пихают тебе босса красную жижу, который по сути является просто обычным противником с огромным пулом здоровья, и под конец он, если честно, уже просто задолбал. Но к последней третьей игры Atomic Heart сильно сдувается в плане интересных идей. Враги зомби с минимальной вариативностью. В промышленных масштабах населяются копипащенные коридоры больничных палат, а столь рекламируемые роботы с интересной системой повреждений сведены к минимуму. Ты заходишь в комнату, всех игнорируешь, уничтожаешь корни, а затем разбираешься с оставшимися противниками. Снова и снова. Это тот момент игры, когда спустя какое-то время ты уже ждёшь, что игра должна закончиться, но коридоры продолжаются. Самое смешное, что в игре есть намёк на борьбу роботов и зомби, тебе даже катсцену показывают. Я думал, что тут будет битва между ними, как в конце первой Хейла, где Ковенанд сражался с потопом, а ты пытался пробиться через зону боевых действий двух фракций. Но намёком всё и заканчивается. Роботы и зомби строго разделены по своим комнатам. Окей, теперь мы рассмотрим интересные детали сюжета со спойлерами, поэтому если вы планируете поиграть и не хотите портить себе впечатление, то переходите к итоговому сегменту на таймлайне. Итак, учёный Петров действительно сделал роботов агрессивными, но нюанс заключается в том, что боевой режим в них был скрыт изначально. Все эти якобы гражданские советские роботы, которых поставляют как гуманитарную помощь по всему миру, могут мгновенно стать несокрушимой армией, и с лёгкостью уничтожающей всю верхушку. И типа да, Петров ответственен за то, что куча людей в комплексе погибло, чтобы он мог предать всю ситуацию огласке и рассказать об этом, допустим, людям из США. Но он просто немного сумасшедший, и вообще его приставили к проекту в качестве исправительных работ за предательство Родины, причём сделал это лично Сеченов. Ну то есть, а что могло пойти не так? И протагонист любой другой игры в этот момент сказал бы, нет, я против столь подлого плана правительства, когда мы снабжаем весь мир роботами под видом помощи, а по итогу просто хотим их внезапно захватить. Но П3 не такой персонаж. Он, конечно, удивился данной ситуации, но всё равно говорит, что обязан Сеченову жизнью после ранения два года назад, и как бы, ну, типа не так уж и плохо, что Советский Союз захватит США. Ведь у них тогда тоже будет коммунизм, и всё будет круто, и все будут счастливы. То есть игра действительно подаёт момент, где Петров рассказывает всё это как неожиданный поворот, который меняет всё, и П3 такой, типа, ну ок, лол. Параллельно с П3 происходят странные вещи. Он иногда отрубается и попадает в волшебный мир галлюцинаций. Проснувшись, он обнаруживает, что все вокруг мертвы. И что бы это могло значить? Причём в начале игры П3 говорит, что у него амнезия, и он не помнит всё, что происходило раньше двух лет назад, когда Сеченов смог подлатать его после серьёзного ранения. И вот мы идём встретиться с девушкой Петрова Ларисой, которая хочет нам что-то показать. Оказывается, что проект Коллектив 2.0 — это не только роботы. Все люди также становятся марионетками, которых можно контролировать. Сеченов хочет захватить мир с помощью роботов, а затем вколоть всем полимер и присоединить к системе. Он сделает их счастливыми, но полностью ограничивает свободу мыслей и действий. Для наглядного примера нам показывают подопытных добровольцев, которые сошли с ума в процессе создания проекта Коллектив. И это ещё те, кому повезло. Прошлое несколько сотен партий добровольцев просто погибли. И главный герой видит всё это и такой, типа, «Блин, это ужасно!» Но потом оправдывает это тем, что они, ну, они же добровольцы. Они знали, на что идут. Но Сеченов вроде норм-мужик так-то. «Ты что же, оправдываешь злодеяния?» «Злодеяния? Какие? Если это добровольцы, то быть здесь в целом — их личное дело. Меня это не касается». Мне кажется, что если бы Сеченов ел детей, то П3 тоже бы это как-то оправдал. Затем они находят записи лечения П3 и оказывается, что у него раньше была жена, но она погибла, он сам не смог смириться с потерей, и поэтому Сеченов помог ему забыть её. Но остался побочный эффект, что если внутри П3 переключается условный рубильник, его сознание отправляется в мир грёз, а его тело в порыве животной агрессии уничтожит любого, кто находится рядом. П3 понимает, что Сеченов просто устранял людей его руками. Более того, наша перчатка наконец-то перестаёт притворяться искусным интеллектом, рассказывает, что её зовут Харитон Захаров. Это друг Сеченова, которого тот, по словам перчатки, убил и поместил в особый полимер, чтобы записать его личность в перчатку. Также Харитон говорит, что те самые близняшки — это жена П3, которую Сеченов внедрил в своих телохранителей из-за её исключительных боевых навыков. Харитон ненавидит Сеченова и утверждает, что нужно пойти с ним разобраться. И главный герой такой, ну да, надо пойти к нему, ну, наверное. Мы заходим в лифт, и тут у П3 снова начинается приступ, прямо рядом с Ларисой. Мы проходим уровень с галлюцинациями, и П3 просыпается снаружи, рядом с домом Бабы Зины. Он спрашивает, что с Ларисой, и тебе говорят, что П3 убил её за кадром. Он не может смириться с этим, упросит Бабу Зина застрелить его, но Баба Зина рассказывает, что она его тёща, и ему пора взяться за оружие и пойти отомстить Сеченова за них всех. Ей буквально приходится уговаривать его это сделать. Главный герой встаёт в позу и выбирает, пойти ему к Сеченову или оставить профессора в покое. Выбрав первый вариант, П3 отправляется в ту самую высотку из начала игры. Он находит секретные документы проекта Атомное Сердце. Примерный смысл проекта в том, что США, конечно, сейчас добрые, но рано или поздно они нанесут нам подлый удар. Поэтому нам нужно нанести этот подлый удар раньше, уничтожив их всех под видом гуманитарной помощи. Мы создадим проблему безработицы, отправляя им роботов, а затем воспользуемся недовольством рабочего класса и захватим власть. Это крайне уморительная штука, я не знаю, как эти челы из Твиттера реально всё ещё могут без клоунского парика говорить о том, что это российская пропаганда, не знаю, насколько на самом деле это не соответствует реальности. Я ещё раз повторю, чтобы вы поняли. П3 идёт за Сеченовым не потому, что он хочет захватить США, и не потому, что роботы на самом деле боевые, и даже не потому, что Сеченов ставил ужасные опыты на людях. Он идёт к Сеченову, потому что он заставил его забыть жену и использует её как своих телохранительниц, и ещё тёща пристыдила его за то, что он ничего не делает. Это единственная проблема П3 с Сеченовым, и это смешно. Победив Сеченову, выясняется, что он не заставлял П3 убивать людей, а это был Харитон, он всё это время был импостером. Харитон обезвреживает П3, доползает до ванны, и становится чёрным челом из жижи. И на этом игра заканчивается. Мне очень нравится вторая концовка, когда ты решаешь не убивать Сеченова. Главный герой сам додумывается, что Харитон заставлял его убивать людей и уничтожает Перчатку, а затем уезжает в отпуск и Сеченов ему разрешает, а план на атомное сердце идёт как по маслу. Господи, я надеюсь, что сиквел будет и не через 10 лет. Я очень хочу Atomic Heart 2 прямо сейчас. Все эти повороты за поворотами в концовке действительно уже похожи на комедию, но самое крутое, что сетап к этому давался на протяжении всей игры. Харитон, притворяясь Перчаткой с искусственным интеллектом, намекал, что Сеченов убил своего друга Захарова, что Сеченов сумасшедший, что Сеченов мразь. То есть он не прямо говорит об этом, но косвенно даёт тебе информацию, которая приводит именно к таким умозаключениям. И ты действительно начинаешь относиться к Сеченову как к мрази. Он ужасный человек, вот какие ужасы он делает. Но помимо планов по захвату мира, Сеченов довольно добрый человек. Он вообще говорит, что если кто-то с тобой не согласен, что убивать его что ли? Это же дикость. Блин, это сюжет уже выше среднего, банально потому, что есть о чём подумать и даже посмеяться. По итогу мы имеем не очень равномерный, местами слегка корявый, но добротный и с любовью сделанный шутер от первого лица, который скрасит пару вечеров, пока не выходит ничего более стоящего. Сейчас не так много одиночных шутеров, чтобы пропускать такой достаточно интересный проект. Это не какой-то супер-мега-запоминающийся проект, который изменил мою жизнь. Скорее, это прикольная игра из начала года, о которой мы вспомним где-то в декабре и такие типа «А, точно, ещё же она в этом году выходила». По сути, прикольный шутер на один раз, который достаточно кайфовый, чтобы довериться разработчикам и выложить деньги за сиквел. Это не шедевр всех времён, но и далеко не разочарование. Я видел, что многие хвалят игру на предмет того, что она из России и за неё в этот раз не стыдно, но мне кажется, что это несколько уничижительно для Atomic Heart. Это полноценный продукт мирового уровня, который хорошо продаётся, получает неплохие отзывы на эту игру времени. Рекомендую ли я покупать Atomic Heart? Если вам не во что поиграть сейчас, то да, если же у вас большой бэклог, то можете просто потом взять по скидке. Хотя зачем, если вы можете просто скачать и пройти её по геймпассу? Это настолько большая Xbox победа, дорогие друзья! Но в любом случае, каждый ваш лайк, подписка и комментарий максимально помогает каналу расти, так что продолжайте в том же духе. И залетайте в соцсеть в описании, Дискорд, Телеграм и группа ВКонтакте. В телеге уже почти успеть присоединиться до достижения этой отметки. Огромное спасибо всем топ-донатерам месяца и подписчикам на Boosty. Sorry, что контента было мало, но я постепенно оправляюсь от болезней и наращиваю темп. Топ-донатеры за 30 дней. Форкмен, Джусеф В, Зедекс, Морковник, Жукч, Ну ты понял, Аноним, Конопатая, Пётр, Комрад Иван и Циклопен... Ты... Ты серьёзно такой? Циклопентанпергидрофенантрен. Чел, я знаю, что ты сделал это специально, зачем... Ладно, окей. Огромное спасибо подписчикам на Boosty уровня Ультра Тюлень, Юни Линк, Алекс Ретро, Конопатая, Дамир Саликов, Линос, Джон Виш, Циора 9, Евгений Че, Сергей Севков, Кенни Хонор, Норд Задрот, Поликинг, Тостер 21, Драйвер Айти, Джелли Колонелл и Дмитрий Пика. И также немалое спасибо подписчикам на Boosty уровня Ультра Мега Хорош, Неза, ФТС, Александр Скворцов, Жук Калаед, Мордик 5656, Банка Сансай, Мистер Джерерик, Рашен Номад, Грейфрут, Ханавара и Последователь Фила. Ну а на этом все, дорогие друзья, если вам хочется еще что-то посмотреть, то прямо на экране можете клацнуть на мое видео про самый худший обзор о Хогвартс Легаси в интернете, который поставили ему оценку 1 из 10, и также на мой собственный обзор о Хогвартс Легаси. Я думаю, что вам понравится. Ну а так, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok